МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Прошел в деловом формате и завершился 14 декабря. Более полутора тысяч волонтеров приняли участие в 21-м форуме добровольцев Самарской области. Презентация обновленной стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года. Глава города Елена Лапушкина встретилась с жителями железнодорожного района и обсудила с ними основные аспекты главного документа региональной столицы. Исполнить желания может любой, кто неравнодушен к детской мечте. В Самаре продолжает свою работу благотворительная акция «Елка желаний». В эти минуты в Самаре проходит прямая линия с губернатором Дмитрием Мазаровым. Он отвечает на вопросы жителей Самарской области в прямом эфире на одном из местных телеканалов. Речь идет о реализации национальных проектов, актуализации стратегии развития Самары, о строительстве дорог и соцобъектов. Не пропустите. Прошел в деловом формате и завершился 14 декабря. Более полутора тысяч волонтеров приняли участие в 21-м форуме добровольцев Самарской области. Программа форума была представлена пятью тематическими площадками по различным направлениям добровольческой деятельности. В работе форума принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Тему продолжит Ксения Баканова. Неравнодушные люди готовы прийти на помощь. Добровольческое движение в регионе продолжает активно развиваться. Сейчас численность волонтеров превышает 160 тысяч человек. Без них не обходится ни одно крупное событие. В течение трех дней более полутора тысяч волонтеров со всей губернии обменивались практиками взаимопомощи на 21-м форуме добровольцев. В церемонии закрытия форума принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он лично поблагодарил волонтеров за неравнодушие и ответственность. Вы люди, которые всегда готовы прийти на помощь, где бы она ни потребовалась. И за это вам огромное спасибо. Пусть добрые дела, которые вы творите, с торицей вам возвращаются. Благодарностью людей, добрыми пожеланиями, которые, уверен, будут придавать все новых и новых сил для того, чтобы вновь и вновь творить добро. Для участников работали пять тематических площадок по различным направлениям добровольческой деятельности. Вдохновляем помогать, добровольчество как стиль жизни, регион добрых дел, социальное добровольчество, волонтеры победы. Каждый мог не только поделиться своими знаниями, но и получить новые. Добровольческое движение в регионе представлено крупными направлениями. Социальное и экологическое, волонтеры победы, культуры и другие. А Самарский инклюзивный добровольческий центр является ведущей организацией в нашей стране. Этот год для нас был очень особенным. Какие-то новые вызовы, на которые мы сегодня реагируем, включаемся в работу. Очень сплоченное сообщество добровольцев и благотворительных организаций, которые сегодня помогают по разным направлениям. Глава региона наградил волонтеров почетными знаками и благодарственными письмами. Дмитрию Азарову предложили исполнить новогодние мечты детей мобилизованных жителей региона в рамках проведения акции «Елка желаний». Мечтаю получить коньки 36-го размера. Очень четко здесь пожелания отстали. Добрый дел волонтерских мечтей на самарских родных просторах – это самая добрая вещь для серебряных волонтеров. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями, цель которых – презентация обновленной стратегии социально-экономического развития города до 2025 года. Она уже встречалась с жителями Куйбышевского района. В этот раз встреча прошла в железнодорожном районе Самары. Подробности в нашем сюжете. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей. К ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены. Стратегия оказалась успешной. Но новые времена диктуют новые требования. За прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Все это должно было найти свое отражение в обновленной стратегии развития города. Об этом глава Самары Елена Лапушкина рассказала во время встречи с жителем железнодорожного района. Безусловно, вопрос развития города очень простой, тем не менее достаточно сложный. Понятно, что всем хочется жить в красивом, комфортном, современном мегаполисе прямо сейчас. Но этому предшествует огромная работа, в том числе и по планированию. И у нашего города такой стратегический план уже есть. Все направления развития Самары, предусмотренные стратегией 2013 года, актуализированы и нашли свое отражение в новой редакции. На этой неделе обновленный документ прошел успешное утверждение на заседание Стратегического совета и Городской думы. Во время встречи с главой Самары Еленой Лапушкиной, жители железнодорожного района получили возможность озвучить свои вопросы и предложения, которые касаются реализации стратегии. У нас в железнодорожном районе в последнее время большим культурным пространством стала и Крымская площадь, у нас появился новый театр Самарт, но хотелось бы, чтобы на большей территории у нас было побольше культурных объектов. Вот хотелось бы предложить, чтобы все-таки мы включили план кинотеатра «Россия» и кинотеатр «Авангард» в Запонском, чтобы все-таки жители и поселка Шмидта, и вот центральной части города получили больше объектов культурных. Елена Лапушкина рассказала, что проект преображения кинотеатра «Россия» прошел госэкспертизу. На его реализацию заложены федеральные и областные средства. В следующем году начнется капитальный ремонт здания. Его площадь будет увеличена. После завершения ремонта в бывшем кинотеатре разместится муниципальный молодежный театр «Мастерская». Глава города подчеркнула, что все перемены, происходящие в Самаре, зависят от активности самих жителей. Сейчас от жителей зависит очень многое. Многие решения принимаются именно жителями. Мы бюджет планируем на основании пожеланий, в том числе и жителей. У людей открываются огромные возможности по привлечению денег для решения того или иного вопроса. По благоустройству дворовых территорий, по установке памятников, вплоть до дождевой канализации. Жители поселка Шмидта рассказали, что получили сразу два подарка к Новому году от городских властей. С 1 декабря там ходят четыре автобуса вместо двух по маршрутам номер 13 и 3, что в морозы особенно актуально. Для нас это прям, мы даже на такое чудо не рассчитывали. Мы очень благодарны департаменту транспорта. Мы обсуждаем в группах, у нас многочисленные группы в Абере, обсуждаем расписание. То есть мы это все с нами, наше мнение очень учитывается. Мы прям буквально на короткой связи с руководством департамента транспорта. Они нас слышат и мы в общем все довольны. Кроме того, заасфальтировали центральную дорогу, которая проходит через весь поселок. В поселке Шмидта работает много предприятий, есть речную техникум. Жители возят детей в сады и школы. Мы очень долго ждали ее. Это улица 128-й километр, третий год пятилетки. Это практически до конца поселка. То есть у нас центральная проезжая часть, она теперь вся заасфальтирована. Мы очень довольны, жители очень благодарны, потому что в частном секторе эта проблема всегда стояла. Люди с удовольствием ходят по ней с палками для скандинавской ходьбы. И в общем просили передать благодарность Елене Владимировне за вот это вот доброе дело. Среди приоритетных задач новой редакции стратегии развития Самары до 2025 года. Повышение уровня и качества жизни населения. Развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, физической культуры и спорта. Повышение инвестиционной привлекательности. Развитие креативных индустрий. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и цифровая трансформация. Встречи главы Самары Елены Лопушкиной пройдут с жителями всех районов города. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Рабочие заканчивают переносить инженерные коммуникации. Также в историческом центре подходит к концу разработка стартового котлована. А в его основании занимаются подготовительным бетонированием. Этот вид работ стартовал со стороны улицы Вилоновской. С прошлой недели на участке ведется армирование вибра и шумозащитной плиты. В дальнейшем продолжится следующий этап бетонирования. Все это связано с устройством разгрузочной плиты толщиной более метра. На нее смонтируют ложи под тоннель и проходческий щит, поверх которого предусмотрен монтаж рамупора, с которой щит будет отталкиваться и двигаться в направлении станции Алабинская. Напомню, в начале прошлой недели открыли движение в районе улиц Полевая и Новосадовая. Теперь водители, которые едут в сторону старого центра, по одной свободной полосе смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному пути. Кроме того, в этой зоне метростроя специалисты готовятся к следующему этапу частичного открытия движения транспорта по улицам Полевая и Самарская. До 20 декабря должна быть выполнена необходимая подготовка, прежде всего, временное благоустройство проезжей части дорог. Все процессы, связанные с возведением станции театральной, находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Станция театральная свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Мы в очень динамичный период жизни живем, и мы всегда стараемся сократить это время на перемещение, с работы домой и так далее. И, конечно, сейчас всем нужно немножко потерпеть, потому что, когда строительство, это всегда вызывает неудобства, безусловно. Когда, допустим, строилась Новосадовая, конечно, допустим, мост по Новосадову, конечно, это было для всех неудобно. Но сейчас, мне кажется, каждый житель пятой просеки, шестой просеки наслаждается тем, как быстро он попадает из центра к себе домой. То же самое со строительством метро. Актуальность Института наставничества, создание российского движения детей и молодежи в Самарском регионе и популяризация Пушкинской карты, которая позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Все эти вопросы обсудили на расширенном заседании Молодежного совета администрации Самары. Его провела глава города Елена Лапушкина. С подробностями Светлана Кудрявцева. Передача знаний, навыков и установок от более опытных сотрудников и старших товарищей. Развитие Института наставничества обсудили на расширенном заседании Молодежного совета при администрации Самары. Его провела глава города Елена Лапушкина. Очень хочется о многом поговорить и во многом мне хочется с вами посоветоваться. Поэтому давайте по поездке, информацию, диалог абсолютно открыто. Указом президента следующий год, 2023, объявлен годом преподавателей и наставника. На заседании обсудили стратегию наставничества как непрерывного развития на предприятиях и в молодежных сообществах и создание российского движения детей и молодежи в Самарском регионе. Это новое детское движение, которое сейчас создается в стране. С инициативой выступили сами дети. Инициатива была поддержана нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И в Самарской области уже проделана достаточно большая работа по формированию нового движения. Координационный совет регионального отделения движения возглавил наш губернатор Дмитрий Чазаров. И Владимир Лапушкин тоже вошла в состав этого координационного совета. Сейчас наша делегация отправляется на Всероссийский съезд движения, где будут приниматься все ключевые решения по развитию этого движения. А следующий год, конечно же, будет насыщен большой-большой работой. Мы будем вовлекать наших школьников, наших студентов в колледжи техникумов в совместную работу. Своими идеями, как развивать институт наставничества, поделились представители самарских вузов, предприятий, театров, движения клуба веселых и находчивых, которые объединяют людей разного возраста. В КВН играют как школьные команды, так и трудовая молодежь. Мы от движения Самарских КВН предложили несколько инициатив по развитию наставничества в сфере КВН. И в принципе есть специальные образовательные программы, которые можно закончить абсолютно каждому, получить специальное образование о том, как вообще заниматься КВН, как собирать команду КВН, именно детскую команду КВН. Плюс мы готовы провести мастер-классы для всех желающих, кто хочет стать наставником для новых команд. С удовольствием проведем мастер-классы, обучающие семинары с практикумом, чтобы можно было окунуться в эту сферу. Ну и, конечно, понять принципы создания команды КВН и как вообще работать с молодежью. Объединяют поколения творчество и предпринимательство. Креативный кластер, который активно развит в городе, тоже включает в себя наставничество. Креативные индустрии всячески поддерживают наставничество, берут молодых людей, детей с ОВЗ, просто ребят молодых из вузов, из СУЗов, для того, чтобы рассказывать им про те ремесла, которые они делают, про те продукты, которые они создают, и то, как можно развивать в себе эту самую креативность. Обсудили на заседании и способы популяризации пушкинской карты. Она позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Воспользоваться картой номиналом 5000 рублей в течение года могут молодые люди от 14 до 22 лет. Участники заседания предложили свои варианты распространения карты в молодежной среде. Например, можно создать афишу «Мобильное приложение» и внедрить в школьную и студенческую практику коллективные походы в учреждения культуры. Глава города отметила продуктивную работу Молодежного совета. Хорошо мы с вами сегодня поработали. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, мира нам всем, радости, и чтобы Новый год был креативный, творческий и добрый. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Подвели итоги уходящего года, наметили планы на будущее. В Городской думе прошло заседание Комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, молодежной политики, туризму, физической культуре и спорту. Какие темы затронули, узнала Ксения Баканова. В числе основных вопросов на заседании Городской думы – совершенствование системы образования. Капитальный ремонт городских библиотек и пищеблоков в школах. С докладами по этим темам выступили руководители профильных городских департаментов. Наращивать темпы ремонта пищеблоков стало возможным благодаря использованию типовых проектов. Сделано 28 пищеблоков в этом году. Это большая очень цифра. Конечно, в этом ключевая роль и губернатор Самарской области, и главы города. Мы сегодня предложили дополнительно еще раз рассмотреть на следующий год, когда и где в каких школах будут делаться капитальные ремонты пищеблоков и применить эту практику. Новые модельные библиотеки – это творческие пространства с современной инфраструктурой. Здесь можно не только с пользой проводить свой досуг, но и устраиваться в научные конференции. Я приглашаю наших самарцев и гостей нашего города посетить модульные библиотеки, которые прошли этот этап реконструкции. Они тематические, авторские. Сейчас в городе функционируют четыре модельных библиотеки. Учреждения обновляются в рамках национального проекта «Культура». Ксения Баканова, Константин Головин. События. Перед новогодними праздниками в зону специальной военной операции отправился 10-й локомотив «Добра». Гуманитарный конвой в рамках акции обеспечит самарских бойцов нужными им приспособлениями, а также порадует сладостями с одной из фабрик нашего города. Кто принял участие в сборе гуманитарной помощи – в репортаже Михаила Ермоленко. С наступлением холодов на дополнительные теплые вещи и обогреватели. На фронте особый спрос. Участники гуманитарного конвоя это знают, поэтому и приготовили для самарских бойцов все необходимое. На борту 10-го локомотива «Добра». Мягкие теплые одеяла, спальные мешки, рассчитанные на низкие температуры, материал для укрывания блиндажей, сладости, фрукты и многое другое. Все это отправили в зону специальной военной операции. Очень приятно, что сегодня среди нас и просто обычные граждане, которые принесли, например, сегодня 20 кружек для того, чтобы нашим ребятам было, а что согревать свои руки, когда они проводят время вне боевой. Локомотив «Добра», он в принципе выражает ту нашу направленность всех россиян. Мы все стремимся к одному, к тому, что сегодня самым главным является для нас, к победе. Кроме общественных организаций, на призыв о помощи откликнулись и представители бизнес-сообщества. Мы сейчас живем в непростое время, которое требует от нас сплоченности и работы плеча к плечу. Мы понимаем, какую миссию сейчас наши ребята выполняют на вере на территории и понимаем, насколько им важна наша поддержка и важно любое только внимание. Поэтому мы всячески помогаем. У нас два десятка юридических лиц только через нас, но еще есть ряд юридических лиц, это членов торговой промышленной палаты, которые напрямую помогают и передают продукцию, свое предприятие и отдельно закупают ту продукцию, которая нужна, еще раз говорю, нашим защитникам. За время акции «Локомотив «Добра»» участникам удалось передать самарским бойцам и жителям Донбасса множество полезных продуктов. Отправляют в зону специальной военной операции и медикаменты. Как правило, более 100 наименований лекарств, почти 20 тонн. По словам организаторов, акция продолжится. Солдаты должны чувствовать поддержку. Следующий «Локомотив «Добра»» отправится в зону специальной военной операции уже в ближайшем будущем. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В Самаре продолжает свою работу благотворительная акция «Елка желаний». Напомним, 1 декабря ее открыла глава города Елена Лапушкина. Письма Деду Морозу отправляют дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Исполнить их мечты может любой желающий. Какие подарки ждут ребята от новогоднего волшебника, узнала Светлана Тимофеева. Дедушка Мороз, жду тебя в гости. С тобой приходит Новый год и подарки. Подари, пожалуйста, конструктор. Я буду строить гаражи, машины и бензоколонку. Екатерина Белова с коллегами по работе приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Сначала выбрали две открытки, затем подумали и решили снять с елки еще несколько штук. Стоит отметить, что в этом году подарки получат не только дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, но и ребята, которые прибыли с Донбасса. Сейчас они проживают в пунктах временного размещения. Свои пожелания написали уже около тысячи юных жителей города. Если посмотреть на эти желания, то они совсем, ну можно сказать, не банальные, а такие уютные. И то, что ты в обычной жизни не замечаешь, ты как бы начинаешь задумываться, что это на самом деле для некоторых может быть ценно. Игрушечный трактор с большим прицепом, говорящая кукла, спортивный костюм – это просьба детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Трогательные послания Деду Морозу разместили на елке в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Благотворительную акцию «Елка желаний» 1 декабря открыла глава Самара Елена Лапушкина. Ни разу еще не было, чтобы хоть одна открытка или неисполненное желание у нас на Новый год осталось. Как правило, к нам приходят и 30-го, и 31-го декабря, и очень удивляются, что на елке уже закончились открытки. Поэтому все дети, которые повесили открыточки на нашу елку, получат от Деда Мороза новогодние подарки. Желание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, исполняют представители бизнеса, силовых структур. За письмами приходят школьники целыми классами. Выбрать открытку может любой житель Самары и лично вручить подарок ребенку. Снять открытку с елки желаний можно в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки по адресу Куйбышев, 44, в районных подразделениях комплексного центра социального обслуживания населения и в городской думе. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей, и выяснили, куда поедут этой зимой жители Самары. Учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны. Спрос на длительные зимние поездки в теплые страны превысил допандемийный уровень. Количество таких путешествий среди самарцев выросло на 61% по сравнению с прошлым годом. Это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений. В среднем пользователи из Самары планируют зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца до вылета. В Армению, Шри-Ланку и Израиль самарцы поедут в среднем на четыре недели. В Турцию на пять недель, в Таиланд почти на шесть недель. Для самых длительных поездок выбирают Турцию, Индию и Объединенные Арабские Эмираты и едут туда на три месяца. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что железная дорога – зона повышенной опасности, рассказывает телеграм-канали Октябрьского района Самары. Нахождение на железнодорожных путях, переходах в неустановленных местах, хулиганство и необдуманные поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни. В избежании подобных случаев необходимо соблюдать правила безопасности на железной дороге. Подробности в карточке памятки на страницах телеграм-канала. Участнику Великой Отечественной войны Илье Даниловичу Монакову исполнилось 96 лет, сообщая в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В 1943 году Илья Монаков ушел добровольцем на Ленинградский фронт, где во время одной из атак получил контузию. После лечения в военном госпитале вновь вернулся в строй. Участвовал в боях по освобождению Эстонии, Латвии и Литвы. Долгожданную победу Илья Данилович встретил в Прибалтике, где полк уничтожал остатки гитлеровских войск. После окончания войны продолжил карьеру военного, и в 1976 году в звании полковника уволился за пас. За проявленное мужество Илья Данилович награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне, медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, а также множеством юбилейных и памятных наград. В телеграм-канале Красноглинского района напоминает, что по Пушкинской карте бесплатно можно посетить музеи, театры, выставки и даже посмотреть российское кино. Всем молодым людям от 14 до 22 лет положен лимит в размере 5000 рублей. Актуальное расписание мероприятий для всех регионов наступно на сайте или в приложении культура.рф.ру. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, какие подарки вы предпочитаете дарить на Новый год. 45% опрошенных покупают косметику, еще 40 – сладости. 15% любят дарить одежду, предметы декора и технику. И 10% предпочитают приобретать подарочные сертификаты. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС в нашем телеграм-канале и на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова